Условия на границе раздела двух диэлектриков. Диэлектрики характеризуются относительной диэлектрической проницаемостью. Если мы рассмотрим плоскую границу двух диэлектриков, надо выяснить, как связаны между собой напряженности поля Е1 и Е2 и индукции поля D1 и D2. Связь выяснить между этими величинами и этими. Граница раздела двух диэлектриков не заряжена, то есть заряды здесь отсутствуют. Это единственное условие, которое мы накладываем на такую задачу. И дальше мы можем рассуждать такими категориями. Поскольку у нас поле статическое, то есть заряды неподвижные, создается поле всей неподвижными зарядами, то у нас по любому контуру, основная характеристика электростатического поля, циркуляции вектора Е по контуру DL будет всегда равна нулю. Это означает, что у нас работа сил поля на замкнутом пути равна нулю. Означает, что электростатическое поле консервативно. Поэтому здесь мы можем выбрать такой контур, половина которого будет лежать в верхней полуплоскости, а половина в нижней. Маленький контур для того, чтобы циркуляция вот на этих вертикальных участках стремилась к нулю. И обойти его, скажем, против часовой стрелки из точки 1 в точку 2 в точку 3 и 4. А потом в 1, чтобы получился замкнутый путь. Это у нас контур L такой получился. Каким-то образом направлено у нас Е1 наверху и каким-то образом направлено Е2 снизу. Они не обязательно под одним и тем же углом, даже скорее всего под разными углами будут к нормали ориентированы. Если мы будем обходить против часовой стрелки, то на нижней стороне DL у нас будет направлено направо, а на верхней стороне DL будет направлено налево. DL это вектор, совпадающий с касательной контуру. Поскольку мы здесь должны писать скалярное произведение, то скалярное произведение можно записать наверху через этот угол, а снизу через вот этот угол. Ну и понятно, что если мы Е умножим на косинус этого угла, то мы получим просто проекцию Е на направление касательное, направление контура или на направление границы раздела. Это у нас будет называться тангенциальной компонентой, тангенциальной составляющей электростатического поля. Тангенциальная значит направленная по касательному. Тангенциальная компоненту. И тогда наш интеграл по замкнутому контуру мы можем свести к четырем интегралам. Интеграл от точки 1 до точки 2 под интегральное выражение. Интеграл от точки 2 до точки 3 и так далее. По всем четырем участкам. По условию нашему циркуляции на участках вертикальных 2, 3 и 4, 1 стремится к пылю. Мы им пренебрегаем. И тогда мы можем написать, что у нас ну и понятно, что тангенциальность компонента здесь будет у нас на этом интеграле константой. Поэтому напишем тангенциальный 1 умножить на L будет равно E тангенциальная во второй среде умножить на L. Ну и понятно, что буквой L мы здесь обозначили длину вот этого. которая у нас была выбрана произвольно, поэтому от нее ничего не зависит. E тангенциальная 1 будет равно E тангенциальная 2. Получилось у нас, что из тереомой циркуляции следует, что про это говорят так E тангенциальная при переходе из одного диэлектрика в другой сохраняется. И теперь то же самое мы проделаем для линии D. Пользуясь тем, что здесь у нас заряды отсутствуют, поверхностная плотность зарядов равна нулю, мы можем использовать терему Гаусса. Значит, у нас тоже будет как-то направлено D в верхней среде и под каким-то другим углом D в нижней среде. И мы запишем теперь, там была у нас терема циркуляции по контуру, а здесь терема Гаусса, интеграл по поверхности цилиндра с учетом боковой поверхности оснований тоже. И здесь напишем D умножить на Ds. Циркуляция была равна нулю, и поток вектора D тоже равен нулю, поскольку заряды свободные, на границе раздела у нас отсутствуют. Внутри цилиндра никаких зарядов не попало, потому что их просто вообще нету. Нигде. Есть только какие-то заряды, которые создают это самое внешнее электрическое поле. Но они у нас не попали внутри цилиндра. Выберем высоту цилиндра тоже достаточно маленькой, такой, чтобы поток можно было не учитывать. И тогда у нас вектор Ds снаружи сверху будет направлен вверх, а снизу будет направлен вниз. В каком случае поток будет у нас положительный F1 или F2? Поток определяется как скалярное произведение D на Ds. Наступил судный день, начался экзамен, сдается плохо и вопрос дополнительный. Если ответьте правильно, тройку поставлю. Нарисован рисунок. Где поток положительный? Здесь или здесь? Поток F1. А как вы узнали, что положительный сверху? Да, косинус острого угла положительный, а тут у нас косинус надо брать между положительными направлениями векторов. если теперь эти два вектора снести вниз немножко, это у нас будет вектор Ds, а это будет вектор D2. Угол тупой, поэтому косинус тупого угла будет отрицательный. И поток, следовательно, здесь, F2, будет отрицательный. Интеграл, который мы написали, тоже можно свести к трем интегралам. По боковой поверхности цилиндра, под интегральное выражение, и два основания. S основания 1 плюс S основания 2. Под интегральное выражение я просто не пишу. Высоту взяли маленькие очень цилиндры, поэтому по боковой поверхности поток будет отличен от нуля, но он будет очень мал, мы им пренебрежем. И останутся два потока, которые у нас здесь обозначены буквами Φ1 и Φ2, они с противоположными знаками. По теореме Гаусса интеграл равен нулю в правой части, поэтому сюда пишем 0. Значит, эти интегралы будут равны. И можно написать так, D1 умножить на S будет равно D2 умножить на S, где буквой S обозначена площадь основания. которая, понятно, в силу наших построений одинаковая. Но D это уже у нас стоит проекцией на нормаль, потому что с учетом косинусов, мы же скалярное произведение расписывали, под интегральное выражение можно записать так, как Dn умножить на Ds. И в результате у нас получилось, что D в верхней среде и D в нижней среде одинаковые с индексом n. Словами говорят так, нормальные компоненты у В тестах встречается рисунок, который часто очень запутывает, хотя он детский рисунок, но как-то вот в то, что это просто, люди не верят и начинают какие-то сложности выдумывать. Внутрь между пластинами конденсатора вставили диэлектрик и у нас нарисованы силовые линии. надо узнать, где больше напряженность, во сколько раз напряженность поля снаружи, где электрика больше, чем внутри. Если мы нарисуем такое же поле для D, второй вопрос. Вот это поле нарисовано для E, а как нарисовать такое же поле для индукции электрического поля, что будет за рисунок? Верхнее у нас так и будет, внешнее поле D0 и все так же будут. То есть тут не будет разрыва этих самых линий. Они все параллельны. Это у меня просто криво получается. Рука кривая. Силовые линии D не замечают этих диэлектриков. Когда мы пишем теорему Гаусса для диэлектриков, то в правой части у нас стоит сумма зарядов только свободных. это написано плотность свободных зарядов. Что такое свободные заряды? В отличие от чего? но они называются не приклеенные а связанные заряды, которые входят в состав диэлектрика. Ну и последняя картинка тоже в тестах кстати она уже такая так упростилась сильно. Картинка такая есть ли у нас нарисованные два прямоугольника одинаковой высоты. Ну и еще два таких же прямоугольника вот здесь. Здесь у нас по диагонали прямо из одного угла в другой идет вектор, а здесь идет не по диагонали а немножечко повыше. Это у нас D2 а это D1. Верхняя среда Epsilon 1, нижняя Epsilon 2. Надо определить какая Epsilon больше. Какая диэлектрическая проницаемость больше. И в ответах там есть, что такой рисунок невозможен. Один из вариантов. Значит, первый ответ Epsilon 1 больше Epsilon 2. Второй ответ Epsilon 2 больше Epsilon 1. А третий так не бывает. Чё-чё-чё? Диэлектрика мы знаем, что у нас Dn1 равно Dn2. Это написанная формула называется граничные условия. А здесь у нас видно, что Dn1 не равно Dn2. Поэтому ответ вот такой получается. Понятно, да? А может быть разница, да? А в следующем тесте такой вопрос. Те же самые два прямоугольника теперь нарисованы одинаковые D. Нормальные. Это у нас D1, а это D2. Epsilon 1 снизу, а Epsilon 2 сверху. И те же самые надо выбрать правильный ответ. Epsilon 1 больше Epsilon 2 Epsilon 2 больше Epsilon 1. И так не бывает. Ну, во-первых, так бывает, потому что у них Dn одинаковые. Нормальные компоненты D1 n равно D2 n. Все нормально в этом плане. То есть третий ответ неправильный. И тогда у нас вступает в игру второе условие. Если нормальные компоненты здесь для индукции сохраняются, то для напряженности сохраняется тангенциальная компонента. E тангенциальная 2. А как будут связаны нормальные компоненты в этом случае? Тангенциальные компоненты для D. D тангенциальная 1 и D тангенциальная 2. Если напряженности одинаковые, то индукции как будут связаны? Там для E писали, да? И написали, что тангенциальные компоненты одинаковые? А для нормальных компонент через индукцию. пользуясь тем, что нормальные компоненты индукции одинаковые, подставляем сюда выражение для напряженности. E нормальная 1 и E нормальная 2. В том, что я раньше писал, надо исправить. Я вот здесь написал ε умножить на D, а надо было ε умножить на E. и E n, да. Тангенциальные компоненты выражаются через угол α и β. Здесь у нас стоит синус. cos. А здесь стоит cos. Теперь делаем такую операцию. Делим одно уровнение на второе. Например, первое верхнее, а второе нижнее. Левую часть на левую, правую часть на правую. при этом у нас модуль E первое сокращается. А, но я все подряд напишу. Значит, я пишу теперь E тангенциально, E1 просто, модуль E1 умножить на синус α, деленное на ε1, E1 на косинус α. Нижнее уравнение второе. А здесь будет то же самое, только двойки будут стоять. E2 и снизу 2. И угол другой, да. В следующий раз будешь сам лекцией читать это задание, да? E2 у нас испугалась. E2 у нас сокращаются. И получается такое соотношение для тангенсов. Синус разделить на косинус это тангенс, да? Значит, получается тангенс α так относится к тангенсу β там. А тут будет ε1 наверху, а ε2 внизу. Выражение, которое надо уметь выводить, запоминать его бессмысленно, потому что я его спрашивать не буду, а выводить надо уметь. Похоже очень на, как вы говорите, оптику, только здесь стоят тангенсы, а не синусы. Там закон Декарта Снеллиуса, закон связь между углами падения и преломления через синусы выражается. А, ну и теперь примеры решения задач на примеры решения задач на, например, конденсаторы. Сегодня, может быть, будут такую задачу решать. Половина конденсатора заполнена диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε. надо найти связь между напряженностями Е1, Е2 и индукциями D1, D2. Учитывая то, что на границе между двумя диэлектриками вакуумом и нашим диэлектриком зарядов никаких нет, мы говорим, что у нас а поле-то, конечно, будет направлено по нормали границы раздела, то есть будет присутствовать только нормальная компонента обоих векторов, и D и E будут направлены вертикально. Поэтому мы говорим, что нормальная компонента D у нас сохраняется, поэтому это отношение равно единице. А как связаны между собой напряженности из равенства D равно D1 равно D2, подставляя сюда их связь с напряженностями, находим, что отношение E1 к E2 D1 а у нас только нормальные есть, других нет. Из условий на границе раздела двух диалетиков, которые надо уметь выводить, кроме того, что его надо знать, его еще надо уметь выводить. теперь задача похожая, но конденсатор плюс-минус заполнен наполовину вот таким вот образом. Как у нас здесь будут связаны между собой плотности, поверхностные плотности рядов на пластинах в разных частях. Сверху и снизу. Независимо от того, есть те электрика или нет те электрика, потенциал вдоль всей пластины будет одинаковый. Здесь потенциал на всей пластине будет равен φ1, а здесь будет равен φ2. Напряженность поля связана с потенциалом dφ по dx, где x у нас направлено в направлении поля. Поэтому можем написать здесь минус разность потенциалов между пластинами деленная на расстояние между пластинами. С учетом знака мы сейчас не разбирались куда направлена эта напряженность. У нас получилось E отрицательно, а на самом деле видно, что проекция E на направление x будет положительной. Мы с точностью до знака сейчас все это делали. Поэтому у нас поскольку потенциал это в верхней части и в нижней части будут одинаковы левый и правый пластин, то напряженность поля будет одинакова. Сверху и снизу. Индукция электрического поля. А индукцию мы выразим через напряженность. В общем случае индукция у нас связана с напряженностью через эпсилон. И мы отсюда выразим сейчас эпсилон с ноликом сократится слева справа и будет у нас стоять такая штука. мы значит е выражаем и сюда подставляем. Будет d1 деленное на эпсилон 1 равно d2 делить на эпсилон 2. У нас эпсилон 2 никакого нету. Верхнюю часть мы цифры 1 обозначили нижнюю цифрой 2. То есть у нас это эпсилон 1 равна 1 а снизу у нас стоит просто эпсилон. поэтому получается что d2 будет равно в эпсилон раз больше чем d1. d2 снизу у нас будет больше то есть густота силовых линий густота линии d будет больше чем сверху если мы там будем рисовать линии d. поскольку у нас в теорему Гаусса входят если мы вот здесь теорему Гаусса теперь используем и здесь теорему Гаусса применим то мы сможем связать d1 и d2 связь навести между d и эпсилон сигма 2 будет равна эпсилон на сигма 1 и рассмотрим такие случаи есть два шара один радиусом r1 а второй радиусом r2 проводящие шары один из них заряжен до потенциала φ один а второй не заряжен если эти шары теперь соединить между собой проволочкой то с заряженного шара заряды перебегут сюда какие будут заряды здесь и здесь но для этого нам придется связать между собой заряды и потенциалы шаров а заряд он равен емкости умножить на разность потенциалов для конденсатора или если у нас есть уединенный проводник то заряд равен емкости этого уединенного проводника в нашем случае шара умножить на потенциал этого шара поэтому давай сейчас мы посчитаем емкость шара это все равно надо уметь выводить проводящий шар вопрос такой рассчитать его емкость радиус шара r проводящий шар пользуясь теоремой гаусса рассчитываем напряженность поля который создает этот заряженный шар на расстоянии r для этого мы проводим сферу радиус мр мал и для нее пишем теорему гаусса остроградского поскольку дело все в вакууме происходит здесь можно писать просто е е умножить на ds умножить на s равно внутри нашей пунктирной сферы оказался только заряд q до которого заряжена эта сфера поэтому будет q деленное на епсилон с 0 дальше идут рассуждения такие это вот цепочка надо все уметь воспроизводить мы наш интеграл расписываем без векторов теперь надо уметь объяснять почему без векторов во вторых мы е выносим за знак интеграла это надо уметь объяснять почему мы имеем право выносить е за знак интеграла в третьих мы это интеграл заменяем какой ds тихо ну извини так получилось 4p r большое или маленькое мы считаем поток через нашу пунктирную поэтому r маленькое а справа стоит просто q деленное на епсилон с ноликом мы теперь левую часть и правую часть приравниваем друг к другу и находим что напряженность в поле связана с потенциалом таким выражается через заряд таким соотношением 4p епсилон с ноликом r в квадрате ну и тут как всегда следует вопрос на что похоже этого рафа напряженность точечного заряда и напряженность сферы совпадают если у нас сюда поместить точечный заряд такого же знака формула будет одна и та же для напряженности вот здесь напряженность на поверхности шара мы получим если это радиус r маленькая будем уменьшать 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 и уменьшим до r и напишем что на поверхности шара напряженность поля будет равна q 4p епсилон с ноликом r большое в квадрате пока все понятно да нам это собственно говоря и не больно надо было нам нужна зависимость от r потому что мы хотим теперь перейти к потенциалу а к потенциалу можно перейти только если мы используем зависимость е от r я не буду здесь знак минус писать давайте напишем по модулю чтобы с минусом по честному обойтись если мы знаем зависимость е от r а мы е вот как раз и нашли от r малого от переменной то мы дальше можем найти потенциал который будет равен е от r е как функция r умножить на d r и интеграл возьмем для того чтобы найти потенциал на поверхности шара двигаясь из бесконечности там где потенциал считаем равным нулю к поверхности шара на который r малый обращается в r 0 но опять со знаком минус будет р в лаките сначала мы подставим от a до b сначала подставим верхний предел получим с минусом а потом нижний предел получим 0 то есть придется здесь опять по модулю считать это чтобы на минусы не обращать внимания а там у нас было единиц разделить на 4 пи с ноликом r в квадрате в знаменателе значит при интегрировании будет r в первой степени в знаменателе и получится у нас q деленное на 4 пи и эпсилон с ноликом r большое это мы нашли потенциал на поверхности шара на что похоже это выражение если мы в центре этого шара поместим точечный заряд q то у нас будет точно такая же точно такой же потенциал на расстоянии r большое это смысл выражения которое здесь написано а нам теперь надо найти емкость используя связь между зарядом и емкостью c умножить на фи потенциал на поверхности шара мы нашли q у нас есть и значит мы говорим что емкость шара будет равна 4p и ε с ноликом умножить на r если нарисовать два шарика один шарик радиусом r а второй 2r во сколько раз больше зарядов поместится на этот шар ну естественно при одной и той же разке потенциала считает что потенциал константа не в 4 раза площадь 4 раза возросла а всего в 2 раза а там у нас было дано потенциал фи 1 радиус r1 а потом r2 и никакого потенциала и соединили мы можем записать теперь что будет одинаково этих сфер проводящих после того как мы их соединим заряды будут разные а потенциал поскольку они проводящие соединены проводником потенциал будет одинаковый то есть фи 1 штрих будет равно фи 2 штрих штрих понятно обозначает после соединения проводником формула которую мы уже писали как заряд связан с потенциалом теперь то мы используем выразим отсюда потенциал через заряд и получим здесь q 1 штрих это заряд на первом конденсаторе деленное на c 1 будет равно q 2 штрих заряд на втором конденсаторе на c 2 ну и c в качестве c используем то выражение которое мы сейчас получили у нас будет q 1 эпсилон нулевое r эпсилон нулевое 4p сократится и останется только r 1 все бы хорошо но нам неизвестно q нам дан только потенциал q1 и q2 с штрихами должны быть как нам связать теперь вот эти заряды q1 и q2 с потенциалом который был первоначально нам дан q1 и q2 это заряды которые у нас разбежались по разным шарам q1 штрих плюс q2 равно q1 первоначальный был заряд только на первом шаре а q1 который был он был выражался через фи 1 через фи 1 q1 был равен c1 умножить на фи 1 и это q1 можем сюда подставить и получим у нас для зарядов q1 штрих q2 штрих вот такое выражение это будет одно уравнение а это будет второе уравнение решив которое мы сможем найти чему равен q1 штрих и q2 штрих решать систему не будем но надо уметь качественно решать если у нас есть два шара радиусы которых отличаются в два раза q r и 2 r был здесь заряд q соединили проводником как распределились заряды чему равен заряд на первом и на втором после того как их соединили со штрихами это вопрос из тестов на него надо уметь сразу отвечать второй вопрос в этом тесте как изменится потенциал если у нас здесь потенциал был фи то каким станет потенциал если мы соединим два шара это вопрос и внутри тестов поэтому надо уметь а что ты говоришь но q 3х1 будет 1 3я а 2х2 2 3 да ну и про потенциал тоже самое во сколько раз потенциал изменится шара был там заряд q а стало 1 3я q а потенциал и заряд связаны соотношением через емкость которая не меняется если у нас заряд уменьшился в 3 раза значит потенциал всей системы уменьшился в 3 раза если здесь потенциал на незаряженной сфере был равен нулю то он станет равен одной третьей фи первоначальной следующей темы надо написать тогда постоянный ток а а я все я только хочу показать чего чего с тестами не так ну во первых не все ответили поэтому это так тренировочный тест а вторых вопрос звучал так найдите в интернете правильное определение замкнутой поверхности укажите источник нашли указали мне источник хотя надо было написать своими словами что вы там нашли а потом еще дать кто металлассоциал да когда ссылку дают на википедии ты как-то сам разбирайся воспринимается воспринимается именно так я тебя нашел а ты сам читай понятно да требование что надо а а когда начали писать что это такое но еще есть слова которые более-менее понятно там разбитом двумерные элементы а а бывали когда начали писать начинали писать через конгруентности и чувствует что человек списывает прям один к одному и не а а все вопросы которые там а первым вопросом чего вообще это видео и просто вариант один вариант один и просто потому что название вариант один все правильно просто было название которое в качестве заголовка там профигурировала теперь вопрос вот какой домашнее задание которое надо всем обязательно сделать про конференцию на которой большая часть не ходила на конференцию черниковская задание такое да у нас у тебя там было у 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 Я сейчас рассказываю задание как раз. Задание вот какое. Надо себе в ленту вот сюда зайти и здесь нажать. Поделиться. Поделиться, значит, вы себе в ленту перепишите это знамя. Когда у вас в своей ленте будет, вы в своей ленте можете здесь редактировать, изменить запись. При редактировании записи, если вы укажете время в таком формате, 3.26, то оно при сохранении становится интерактивным. И при нажатии на 3.26, ролик запускается именно в 3.26 в момент времени. Вам надо выбрать 10 моментов времени и написать ссылки. Самое интересное, что вы нашли. 10 интересных моментов в этой лекции. Самое важное, что вы из этой лекции выйдете. Понятно задание, да? Нет, только из этой самой лекции черниговской. Я вам пришлю ссылку на почту всем. Еще раз? Так и отсюда. Я вам пришлю вот такую ссылку. Скопирую, сейчас готово. Можно сейчас и послать, да. Ну нет, сейчас у меня залезать опять в почту другую надо. Я сейчас пошлю себе письмо и покажу вам, к чему эта ссылка приведет. Если вы по ссылке, которую я пришлю пройдете, вам откроется только один этот сайт. Только одна, это запись одна, в моей ленте. И вы здесь ставите на стрелочку поделиться, и он оказывается у вас на вашей ленте. То есть он будет под вашим фамилием. И то, что получится, вы мне ссылку присылаете. И вся работа. Это когда вот 10 моментов? Да. А ссылку присылать вот так. Сверху есть такой треугольничек. И здесь есть, когда это будет ваша запись, получить ссылку. Это не авторские права нарушают, потому что ты ничего не копируешь. Ты делишься. Это наоборот, тебе будут благодарны все за это. Ты делишься ссылкой. Ты делишься ссылкой на автора.